Первым делом Ольга Хомякова посетила Андреевку. Особое внимание депутат уделила 81-му детскому саду. Это единственное дошкольное учебное заведение на два посёлка – Солнечный и Андреевка. У детсада своя угольная котельная. Для её работы необходима бесперебойная подача электричества. Из-за резкого отключения может произойти сбой и даже взрыв, говорят сотрудники дошкольного учебного заведения. Без тепла занятия не могут продолжаться. Поэтому 119 воспитанников детского сада сейчас сидят дома. Для возобновления работы необходим дизельный генератор, как минимум на 60 кВт. И сотрудник, который будет его обслуживать, утверждает заведующая. Этим может человек заниматься, который имеет определённую группу по электробезопасности и должен пройти курсы. В штатном расписании у нас такой единицы нет. Женщин поставить, управлять генератором, там заливать куда-то в дырочку или кнопочку наживать – это ответственность, это жизнь людей. На сегодняшний день даже те же протопки делать, это нужно знать, что будет 100% свет в течение какого-то определённого времени, 6 часов или сколько, он будет работать, не будет отключаться. Если мы сейчас подключаем, включаем котёл, отключение электроэнергии… Котёл рванёт запасно? Конечно. Мы доложим ситуацию штабу и будем принимать какие-то решения. Одно из таких решений, конечно же, это сейчас найти коммерческую структуру или какую-то другую и найти возможность выделить детскому саду Андреевки, выделить генератор, для того, чтобы наконец-то детки пошли в детский сад. Во время ЧАЭС особенно проявили слабые места качи. Все часы, когда подаётся электроэнергия, жители стараются успеть сделать все домашние дела. Как следствие, из-за возрастающей нагрузки не справляются подстанции. Электрическая система старая не выдерживает. То есть, трансформаторы, трансформаторные подстанции выбивают, вырубают, ночами горит. Вот у нас 242-я подстанция слабенькая и 805-я тоже. Ну, ребята днём и ночью работают, электрики. Мобильная связь в КАЧе хоть и с перебоями, но работает. А вот с водоснабжением – проблемы. Живительную влагу большая часть населения получает лишь когда есть электричество. Когда есть свет, тогда есть вода. А так нет ничего. Со свечками дома сидим там, ждём, пока свет включат. Отопления нет, холодно. Дают на два часа свет, и вода у нас, естественно, на два часа. Но включить насосы сразу, когда дали свет, это, конечно, нет. Вода появляется где-то через полчаса. А бывает, что до пятого этажа, до третьего этажа она и не доходит, потому что такое давление. Живём потихоньку. Я вроде не в КАЧе живу, здесь вот в Орловке на дачах. У нас там вода своя. То есть, если кто в квартиру живёт, там не везёт, у нас вода, тепло. У нас ещё такой дырчик стоит через бензин. Так что мы свет включаем, не нёрзнем пока. Ещё морозов нет, так что пока нормально. Глава Качинского муниципального округа отметил, сейчас работают над установкой резервных источников питания на насосную станцию для должной подачи воды в дома. У нас особенность такая, что скважины работают от постоянного источника энергии. И у нас взаимосвязано, понимаете, в чём? У нас канализационная станция и водонасосная станция, они работают вместе. То есть, дали свет, качают воду, откачивают канализацию. Нельзя, чтобы воду подавали и не качали, не работала канализационная система. А вот чего вкачив достатки – это еды. Магазины работают, полки заполнены товарами. Есть и хлеб, и овощи, и фрукты, и молочные продукты. Елена Корнухова, Максим Трофимов, информационный канал «Совостополя». Продолжение следует... Продолжение следует...